Вот я не ищу вот эти все проблемы города, я иду просто по своим делам. Вот смотрите результат, это все жилой квартал. Где мы находимся? Мы находимся на Миллера 18, Миллера 16. Вот смотрите, вот это все находится в открытом доступе. Это я трогать не буду, это ток, не ток, но на вид это подключу все под напряжением. Я покажу еще страшнейшую ситуацию, прямо тут рядом. Здесь постоянно находятся дети. Только что я выгнал отсюда детей, они здесь играют, подходят. Может в связи с тем, что цветной металл здесь находится, кто-то полезет. Не сейчас, завтра полезет. И вот смотрите, что находится в 10 шагах от той будки. Вот это полный беспредел. То есть я не понимаю, что творится. Это же, ну как, неужели мимо люди не ходят? Этого не видно? То есть это реальная опасность? Это реальная опасность. Этот кабель идет до конца. То есть мы сейчас можем посмотреть. Я не даю гарантию, что он под напряжением. Но только от одного вида у меня волосы шевелятся. Неужели никто не понимает, что может произойти страшная трагедия с любым ребенком? Не только простого человека, но и начальника, чиновника, сотрудника полиции, прокуратуры. Мне удалось пробраться в правительстве на самый верх, где собрались все. И я там хотел собрать подписи. Я хотел начать с правительства, собрать подписи против распространения на сваях. И вот, когда я первый раз в жизни увидел такие испуганные лица у чиновников верхнего состава. К чему я это говорю? То есть, мне такое было чувство, что или Сталин восстал из мертвых, или Путин внезапно зашел. То есть, к чему говорю, еще раз повторяю. Они должны бояться, вот эти все люди, которые отвечают за безопасность, МЧС, полиция, чиновники высшего комсостава. Они должны это наказывать, контролировать и следить за этим. dvhub.ru